Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас недельная глава Хареймот и в счете омера сфероход в сфере гуры. Что происходит, когда мы чувствуем себя немножко слабыми, когда внешние и внутренние проблемы выглядят настолько пугающими, что просто задавливают нас, нам кажется, что мало сил? Что вообще делает в сложнейших ситуациях? Отвечают мудрецы, что есть два выхода. Первый исключительный, очень редкий. Но иногда, и это есть сфероход, нам надо мужественно взвесить ситуацию и понять, что здесь надо отступить. Только правильно надо понять, это исключение. А в основном 90% всех ситуаций, 99%, правильным ответом говорят мудрецы, будет никогда не сдаваться. Если жизнью обстоятельства бросают нам вызов, говорят наши мудрецы, что Бог дает нам силы выстоять в этих ситуациях. Не посылается проблем, в которых нет решения. Так не бывает. Иногда существует соблазн расслабиться, поплакать, уйти от ответственности и просто падать ниже и ниже, не дай Бог. Но это неправильный подход. Мы должны верить, что Творец дает нам новые силы, кроме явных, уже известных. Потому что именно в этой сфере охоты рассказывает нам о том мужестве, с которым человеку положено, по крайней мере, принимать испытания. Почему даются человеку испытания? Два слова, это об этом позже. Сегодня мудрецы устанавливали на этот день такой урок. Если тебе свойственно смиряться и думать, что сил уже нет, начинай думать позитивно. У меня есть силы, у меня есть много сил, которые я даже не представляю. Только Бог знает, сколько сил Он вложил в меня. Я обещаю самому себе и Всевышнему не сдаваться и найти в себе эти силы. Вот примерный урок этого дня. Глава Харей Мод. Соблюдай заповеди, в общем-то, и это, и следующая глава говорят о разных заповедях. Вот соблюдай заповеди и твори добро. Есть еще такая заповедь, не делай идола, в том числе и себя. Попробуй один день не употреблять слово «я». Моца, которой мы только что ели на пейсах, она учит нас не раздуваться. Раздуваться. Вот те поистине великие люди, которых я, например, знал или знаю, они вообще никогда не раздуваются. Они простые, хотя по ним видно, какие они великие. Теперь вернемся к проблемам. Хотя минутку еще. Вот сказано о пророке Маше, сказано, что он был самым скромным из всех людей, когда-либо живших на земле и в прошлом, и в будущем. Это уникально. Хотя он обладал высочайшими способностями, поскольку мог по своему желанию общаться с Творцом. Он был ближе к Богу, чем все остальные до него и после него. И при этом, прекрасно понимая, чего он достиг, он понимал, что всему он обязан Всевышнему. Вот это настоящая, действительно, скромность. Заносчивость, надменность – это признак ограниченности ума, говорят мудрецы. Даже если это уму неординарного человека. Ведь иллюзия по отношению к собственной значимости, раздутию, величию, сужают кругозор. Вот так вот делают, уводят человека от реальности. Он заставляет его заниматься не делом, а поиском того, как утвердиться, как бы собственный авторитет в день не упал. Отсутствие скромности – тяжелейший порог. И в то время, как ее присутствие в человеке – это признак настоящего величия. Так говорили наши мудрецы. К сожалению, теперь возвращаемся к тому, зачем посылаются испытания. Написано, что проверив человека, творец сказал, что, к сожалению, я нахожусь с ним обычно в беде и изгнании. Ведь иначе гордость, эго, толща наслаждения разделяет меня и человека. И когда творение пребывает в беде, с ощущением изгнания, горечи, тогда оно может почувствовать творца и быть к нему ближе. Написано, что Бог знает, что близость к нему – это благо. Но он видит и другое, что мы только начинаем приближаться к нему, когда у нас проблемы. Как только у нас все хорошо, мы начинаем немножко забывать. Знаете, вот еще раз вернемся к тому, как великие люди видят это все. В субботу одну рассказывается такую короткую историю. В московской Ишии Тарат Хаим был почетный гость из Израиля, великий там знаменитый Раф Искак Зильбер. В конце трапезы глава Ишивы решил поручить благословение после трапезы на ученику из Тбилиси по имени Ицхак. Он поднялся и говорит, ну Ицхак, благослови. И к своему изюмлению он увидел, как Зильбер начал благословлять. Хотя к таким уважаемым людям всегда обращаются, как Раф, уважаемый наставник. Он нормально принял на свое счет то, что глава Ишивы сказал, слышите, поднимись. Так живут великие, и так они видят себя в этом мире. Еще одну историю расскажу. Эту историю рассказывает о Раве Гифтере. Он был рожь Ишива в Америке. Однажды к нему пришел домой Аврех, это женатый учащийся Ишивы. И говорит, уважаемый Раф, каждое утро жена говорит, мне надо выносить мусор. А мне кажется, что не пристало человеку, посвятившему себя изучению Торы, заниматься столь низменным делом. Как мне быть? Раф не ответил сразу, взял книги, посмотрел что-то, задумался. Через некоторое время он глубокомысленно сказал, я думаю, тебе не надо этого делать. Все, Аврех ушел домой. На следующее утро в квартиру, где жила Аврех и его семья, в 6 утра постучали. Хозяева открыли дверь и не поверили глазам. На спороге стояла рожь Ишива. На него смотрят люди, он говорит, я пришел вынести мусор. Вы понимаете, понятно, что хозяйка дома немела, но мы с вами тоже должны увидеть. Увидеть, как люди видят себя иначе, понимают себя иначе. И немножечко опуститься. И когда мы сами немножко принижаем себя, Бог нас обязательно поднимает и выручает. Брахава от слаха, чтобы сегодняшний день был удачный. И ни у кого не было никаких проблем сегодня. Чтобы все улыбались. Брахава от слаха. Брахава от слаха.